Чаще всего скалы, как правило, метят снежный барс. Даже тигры и леопарды гораздо реже это делают, чем снежный барс. Кандидат биологических наук Виктор Лукаревский – один из крупнейших специалистов по крупным кошачьим в России. За спиной богатейший опыт реабилитации котят амурского тигра и разработка программы восстановления леопардов на Кавказе. Теперь дошла очередь и до снежного барса. Предполагается, что реабилитационный центр в Саяношушенском заповеднике будет предназначен для осиротевших котят и взрослых особей, получивших травму. Безусловно, центр будет готов принять любых, абсолютно от новорожденных до взрослых, стариков и так далее. Но уже их дальнейшая подготовка будет зависеть от того, в каком они состоянии будут к моменту их выпуска. Реабилитационный центр, скорее всего, будет представлять собой открытый вольер на территории заповедника. Он должен служить местом, где взрослые особи смогут получить ветеринарную помощь и пропитание. А котята смогут тренироваться и готовиться к жизни в естественных условиях. Это принципиально важно, ведь барс занимает определенную биологическую нишу. Обитает только на высокогорье и охотится на крутых скалистых обрывах. В России, по последним оценкам, живут всего около 100 особей – снежные кошки. 15 из них встречали именно в Сайнашушенском заповеднике. Мы фиксируем барса на нашей территории, так и на прилегающих территориях. Есть особи, которые постоянно фиксируются, есть переходящие, которые фиксируются только один раз, и дальше мы их не встречаем. Основная причина исчезновения барса – это человеческий фактор. Его шкура на черном рынке стоит немалых денег. Часто кошки гибнут или травмируются случайно. Браконьеры ставят петли на кабаргу, но попадают в ловушки все крупные животные, включая Ирбиса. Поэтому, кроме создания реабилитационного центра, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской поручил также усилить меры борьбы с браконьерством. Нюансы предстоящих работ пока неизвестны. Над соответствующими проектами будут трудиться ученые. Проект масштабный. К его разработке будет привлечено большое количество экспертов, в том числе мирового уровня, людей, которые имеют колоссальный опыт и максимально эффективно, чтобы он мог работать именно на нашей территории. Потому что эта территория сложная, труднодоступная, местность горная. И все эти пункты необходимо учитывать. Проект реабилитационного центра планируют разработать уже в 2017 году. Одновременно пройдет тотальный учет снежного барса. По предварительным данным, центр будет заниматься также разведением редких кошек и ежегодно будет отправлять на волю 3-4 новых Ирбиса. Артем Ахальников, Станислав Беркий. Новости. Продолжение следует...